Ростов сегодня это повышение Центробанком ключевой процентной ставки до 15 процентов и запуск завода агроматериалов для теплиц. Это очистка, зарыбление и озеленение реки Глубокой и финал конкурса поваров, где в качестве основных ингредиентов нужно было использовать курицу, тыкву и сливки, а также торжество с караваями ко дню урожая. Ростов сегодня это поход на старый базар за продуктом, без которого шашлык останется просто раскаленным шампуром и поражение хоккеистов Ростова в Рязани десятая подряд. А еще это последние аккорды международного фестиваля Ростовский джаз приглашает с музыкантами из Индонезии киномайский мастер-класс певца и артиста Леуша Любича и дождливо-солнечные выходные за окном. На первом ростовском информационной программе Ростов сегодня и ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. 15 процентов годовых такова теперь ключевая процентная ставка. Центробанк неожиданно для многих специалистов повысил ее сегодня сразу на два пункта и нынешние 15 максимум с мая прошлого года. Ключевая ставка повышается для борьбы с чрезмерной инфляцией, которая сейчас ускорилась в годовом выражении до 6,59%. Эксперты считали, сегодняшнее повышение будет однопроцентным. Напомню, что рост ставки обычно приводит к увеличению процентов по банковским вкладам и в то же время по кредитам. Следующие заседания по ключевой ставке запланированы на 15 декабря. Новый завод по выпуску агроматериала для теплиц открыт в Красном Сулине. Продукция такая сейчас востребована. Производители овощей переходят с импортных кокосовых субстратов на отечественные из минеральной ваты. В торжественном пуске предприятие принял участие Василий Голубев, а еще побывал на стекольном заводе, где новое производство сверхгабаритного стекла с архитектурным покрытием открыли в начале года. На этих субстратах из минеральной ваты – безопасная зеленая продукция. В современных теплицах стремятся к экологичному выращиванию овощей и зелени, так что спрос на такие агроматериалы повышенный. Выпускать их будут в Красном Сулине на новом заводе компании «Технониколь». Субстраты используют в теплицах вместо грунта. Органический компонент стимулирует формирование корневой системы, всходы получаются более равномерными, овощи растут быстрее. Мощность нового завода – 160 тысяч кубометров в год, что может закрыть потребности 1600 гектаров тепличных хозяйств. Это новая возможность для развития тепличного производства. И в этом смысле потребность в их создании на Дону точно есть. Но я знаю, что не только на Дону, практически по всей России и на юге уж точно. Задача, поставленная президентом о увеличении темпа в развитии обрабатывающего производства, сегодня реально выполняется. Уверен, что с пуском этого предприятия мы все сможем продать на местных районах. И также продать его на экспорт. Мы продаем отсюда на страны Закавказья, в Азербайджан, в Армению и Грузию. Поэтому часть продукции, сделанная на заводе в Ростове, будем экспортировать в страны Закавказья. Доля субстратов из каменной ваты по сравнению с другими заменителями грунта растет. Агрокомплексы активно переходят на них с импортных кокосовых. Оборудование нового завода, кстати, тоже сделано в России. И зарубежным аналогам ничем не уступает. Губернатор побывал на еще одном новом импортозамещающем производстве. Стекольный завод оставлен американскими собственниками, но продолжает активно развиваться. В начале года здесь начали выпускать сверхгабаритное стекло 9,5 метров в высоту с архитектурным покрытием. Тоже наносим напыление на эти продукты. На данный момент мы единственные, кто может производить данный продукт. Ранее такая продукция завозилась на нашу территорию только из Европы и Китая. И мы ожидаем, конечно, выполнения первых проектов на данном виде стекла. Ну а в целом линейка продуктов завода Ларта Глаз – это 25 видов стекла. В том числе просветленное, энергосберегающее, солнцезащитное с покрытием высокого качества и закаленное с повышенной прочностью – такое ставят в высотных зданиях. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. В воду тысячи толстолубиков на берег, вязы, ивы, ясени – все это для оздоровления реки Глубокой и ее очистки. Как это делалось, увидела наша съемочная группа. Чистые берега и здоровый цвет воды. А еще год назад от реку Глубокую в Каменском районе заполняли мусор, ил и водоросли. Но в 2022-м по плану оздоровления и развития водохозяйственного комплекса «Бассейна реки Дон» здесь расчистили 33 километра русла. А сегодня вместе с фондом «В гармонии с природой» проводят две экологические акции. Первая – зарыбление. Выпуск трех тысяч мальков белого толстолобика. Вес одного такого малька примерно 40 грамм. Кажется, совсем мало, но тем не менее, в два раза выше его сверстников, выросших в естественных диких условиях. А значит, и шансы выжить у этого малька в реке гораздо выше. Белого толстолобика называют главным санитаром водоемов. Он питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности, а также фильтрует воду, делая ее прозрачной. «В районе на систематической основе проводятся мероприятия по высадке деревьев. А вот мероприятия, связанные с выпуском малька, у нас на территории проходят впервые. Это также и привлекательность для наших жителей, которые могут потом в последствии сюда выходить и заниматься рыбалкой. В целом, улучшение качества и экологии территории». А на другом берегу реки идут работы по обновлению ее зеленых легких. Вместе с главой Минприроды местные жители, взрослые и дети высаживают 25 деревьев. Это ивы, вязы, ясени. И выбор такой не случайен. Именно эти деревья могут укрепить берег. «Мероприятие замечательное. Оно все способствует как раз развитию этой территории. Мы надеемся, что и администрация района активно потом будет эту территорию использовать для реакреации. В Ростовской области мы реализуем план мероприятия «Дорожную карту. Поздравление реки Дон». В рамках этого мероприятия у нас запланировал целый ряд водных объектов, а их 32 водных объекта, которые вошли, которые предполагаются к расчистке». По словам министра, задача по расчистке семи участков глубокой за один календарный год выполнена. А директор фонда экологического развития добавила, к работе этой привлекали всех неравнодушных. «Конечно же, это очень важно. И главным образом, не только чтобы сохранить, но сохраняем мы это для наших детей. И также мы своим примером показываем их, как нужно заботиться о нашей природе». Расчистку, озеленение и зарыбление планируют проводить и в других водоемах области. Дарья Лисицкая, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Даже не одним, а несколькими караваями встречали сегодня участников торжества ко дню урожая. С учетом яровых наш регион собрал 16 миллионов тонн зерновых, рассказал губернатор. И вообще по производству сельхозпродукции Ростовская область опережает все регионы страны. Тут и подсолнечник, и рыба, и овощи. Высокое качество донской продукции подтверждено тремя десятками золотых и серебряных медалей на всероссийском смотре выставки «Золотая осень-2023». Область ценит ваш труд, дорогие селяне, и будет работать над дальнейшим повышением качества жизни на селе, созданием условий для развития агропромышленного комплекса. От своих планов, принятых ранее решений, мы не отказывались. Василий Голубев поблагодарил агрария за их важный труд, получил лучшим работникам АПК награды и поощрения, а победителям уборочной кампании – переходящие кубки. Развитие и поддержка инклюзивного предпринимательства – таковы цели впервые, проведенного в Ростове областного форума «Бизнес без границ». Он собрал десятки компаний и предпринимателей, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Батайский электросвет – один из сотни субъектов малого и среднего бизнеса, где работают люди с ограничениями здоровья. Фирма победила в конкурсе «Бизнес Дона». Получила грант в полмиллиона рублей на реализацию соцпроекта и льготный заим на 5 миллионов рублей. Сотрудники прошли обучение по программе «Акселератор» и все эти меры поддержки могут получить другие такие предприятия. Когда общество развивается, нельзя ограничиваться только вопросами решения финансовых задач, производственных. Необходимо на это все смотреть комплексно, то есть необходимо смотреть на это все шире, включая инклюзию, включая трудоустройство людей с ограничениями по здоровью. О развитии и поддержке инклюзивного предпринимательства говорят на первом областном форуме «Бизнес без границ» с участием специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. «Этот проект, который был обсужден на НАП-совете агентства статистических инициатив февраля текущего года, в чем его суть? О том, чтобы показать всем жителям нашей страны, жителям нашего региона, о том, что у всех равные возможности. Соответственно, можно открывать бизнес, можно развивать бизнес тем людям, у которых есть особые возможности. А тем компаниям, которые сегодня успешно развиваются на рынке, этот проект показывает, как можно улучшать свой бизнес, улучшать свой имидж с точки зрения создания специальных продуктов, специальных условий для пользователей, потребителей их продукции. На форуме, поддержанном областным правительством и Минэкономразвития, участники узнали об инклюзивных предприятиях и обсудили, как можно проще трудоустраивать людей с инвалидностью и решать их проблемы в рабочем процессе. Елена Ребжанова, Первый Ростовский. Называются птица, овощ, соусы. Включайте фантазию для приготовления из них и нескольких интересных блюд. У областного конкурса «Твоя профессия, твое будущее» сначала этап дистанционный, где выполнение заданий оценивают онлайн-голосованием в сети и выбирают десятку финалистов. И вот очный финал, где блюда будут осматривать и пробовать. Курица, тыква и сливки – три простых ингредиента, но составить из них надо целую композицию разнообразных вкусов и текстур. Именно таким было задание в финале конкурса поварского искусства «Твоя профессия, твое будущее». На первом этапе восемь финалистов должны приготовить горячее блюдо и десерт. На втором – холодную закуску. Я придумал сделать тако из слайсов тыквы. Я нарезал тыкву на слайсере. В итоге все пошло не по плану. Тыква оказалась не такая, какая должна быть. Мне пришлось эти маленькие слайсики склеивать кляром, жарить во фритюре, дегидрировать в дегидраторе несколько часов. В середине у меня паштет из куриного филе, пюре из тыквы. Куриный мусс, гратен из тыквы и яблока и тыквенная трубочка – меню, которое обычному любителю домашней кухни покажется странным. А для профессионала это произведение искусства. Кирилл Коцарь готовился к подаче этого блюда больше десяти часов и не зря. Именно он, еще студент техникума, получил первое место. Моя холодная закуска. Основное – это курица, это куриный мусс. Сверху белый куриный мусс. Потом идет розовая часть – это куриный мусс с аджикой моей, которую я делал. И снизу идет еще выделенный натуральный кусок, то есть буквально филе, которое панировано в малиновой пыль. Со мной соревновались, как другие студенты, студенты из других городов, так и шефы. На самом деле, очень хорошая конкуренция, очень интересно попробовать себя в таком конкурсе и посмотреть на фоне таких людей разных и интересных, что я могу представлять себе. Оценивали блюда по трем критериям – вкус, подача и чистота рабочего места. То, что они пришли на конкурс – это уже очень большое дело. Это уже, я считаю, победа. То, что они стоят на одной сцене среди лучших из лучших – это уже очень большого стоит, конечно. Далеко не каждый согласится выйти на публику, вот так вот проучаствовать, прочувствовать. Но в любом случае, все прекрасно знают, что конкурс – это не только соревнование, но это личностное развитие, профессиональное развитие. В рамках проводимой и организованной департаментом потребительского рынка Ростовской области под программой защиты прав потребителей традиционно проводится конкурс «Твоя профессия, твое будущее». И сегодня мы будем награждать наших представителей молодежи, те, которые уже нашли себя в профессии, те, которые пока еще в поиске. Такие областные конкурсы проводятся также для швей, работников торговли и индустрий красоты. Юлия Сурикова, Дарья Барлаухян, Юрий Лешко, 1-й, Ростовский. Что делать ученикам, если вдруг загорелась школа? Пожарные объясняют это на месте, начиная с правил эвакуации и до обучения работе с огнетушителем. Давайте побываем на одном из таких противопожарных уроков. Нельзя тушить именно горящее масло водой. Иначе будет настоящий огненный взрыв. Бытовые пожары – самые частые в любой сезон года. Сегодня профилактическую лекцию слушают ученики 7-го и 9-го классов Краснодонецкой казачьей школы. Групповые занятия областные пожарные проводят регулярно. Сначала теория с памятками, затем отработка легенды. А она гласит – загорелась школа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пока едет машина, дети эвакуируются по стрелочкам через запасный выход на спортплощадку. Тут их ждут спасатели-инструкторы. Сначала показывают работу огнетушителя, затем условное тушение противня с горящей жидкостью. Причем ученики сами могут попробовать это сделать. У нас, конечно, интересует популяризация нашей деятельности, нашей работы, нашей профессии. Безусловно, это очень опасная профессия. Когда ты спасаешь людей, помогаешь людям, то на следующий день, сменившись, чувство удовлетворенности переполняет. И не просто удовлетворенности, а понимание того, что ты чью-то жизнь спас. Это, конечно, очень большая, сильная эмоция, которая заставляет тебя совершать это заново и заново. Начался отопительный сезон, и пожарные просят соблюдать правила безопасности. Юлия Сурикова, Первый, Ростовский. Где свинина и где диета? Принято считать, что на абсолютно разных полюсах. Многие вообще сомневаются в пользе этого жирного мяса. Но пожалевшая поросят старобазарный корреспондент Лидия Романченко взялась развенчать эти придуманные любителями говядины мифы. Что тут сказать? Клевета чистой воды по некоторым критериям свинина опережает в пользе даже говядину. Да и по цене поросята на выгодных позициях. Постная свинина звучит как оксюморон, но такое понятие действительно существует. Это касается, конечно, не всей хрюшки, а только самых нежных и нежирных ее частей. Например, корейки, окорока или вырезки. Содержание жира в этом мясе не превышает 5%. И блюдо из него даже в диеты включает. Для сравнения, в той же лопатке жира уже 21 грамм из 100, а в грудинке больше половины. С жирностью разобрались. Теперь выберем самый свежий кусочек. Когда подходишь, видишь, что она белая, как куриное мясо, видишь, она как тесто поднимается. Она свежая. Если цвет рыбы покупаешь, когда она блестит, она свежая. А когда рыба, видите, какую, она уже стала. Это свежая мясо, ночная резка. А что насчет пользы? Свинина с этой точки зрения имеет все мясные плюсы. Это и хорошо усваиваемые белки и аминокислоты, достаточно железа и коллагена, строительного материала для мышц и костей, источником молодости кожи. Но кое в чем свинина обошла даже говядину и баранину. Например, в количестве витаминов группы В, одного витамина В1 или тиамина, в 100 граммах больше половины суточной нормы, а он нужен мозгу, сердцу и нервной системе. Столько же известного успокоительного В6. Вот так съел кусочек шашлыка и сразу как-то спокойнее. Знакомо? И цены, кстати, в сравнении с той же говядиной успокаивает. В цене свинины тоже все зависит от того, какую часть вы несете в духовку и кастрюлю на сковородку или мангал. Самая бюджетная лопатка на костей – 280 рублей за килограмм. В 350 обойдутся более жирненькие ребрышки. Кило нежнейшей мякоти сейчас на рынке – 370 рублей. Постная корейка, карбонат или сочная почечная часть могут стать вашими за 400-450 рублей. Ну а самая шашлычная и дорогая шея обойдется в полтысячи. Осталось определиться, какая часть нужна именно вам. А это значит ответить на вопрос, что готовим. В кофе и ресторане берут шеи, корейки, бабушки берут на супчик, на борщик. На шашлык, если вы хотите разнообразить с косточками, это можно почечный, можно корейка, можно шея разнообразить. Это на шашлык идет. Если хотите запекать, можно яблочко взять или окорок целиком. Если хотите отбельное, можно сек взять. Вот эти два куска, они очень хорошие, селенькие. Это уже на борщ идет, все, что пожарить, потушить. Сколько брать уже посчитал Минздрав. Предупреждая взрослому человеку, в день можно не больше 200 граммов свинины. Но если вы спортсмен или на физической работе, норму без вреда для здоровья можно увеличить до 220 граммов. Все потому, что свинина практически полностью усваивается в желудке. И чтобы это принесло пользу, а не расстройство, лучше отказаться от жарки мяса и остановиться, например, на запекании. На этом у меня все. До встречи. Спасибо, Лида. Мы переходим к спорту. Хоккеисты Ростова мощно начали матч в Рязани. Буквально сходу смяли соперников и уже на 33 секунде завезли шайбу в ворота. Но такой напор не оценили судьи и гол не засчитали, разглядев помеху вратарю. Тем не менее, наш клуб продолжил давить и на седьмой минуте забил нормальный гол. При розыгрыше большинства Новиков точно бросил от синей линии. Но дальше напор успокоился. Больше забить не удалось. И в начале второго периода игрок Рязани сравнял счет, получив длинный пас из своей зоны и убежав один на один с голкипером. А в начале уже третьего периода Ростов пропустил нелепый гол. Рязанский хоккеист не сильно издали отправил шайбу в направлении ворот, но вратарь наш не среагировал и она заехала за линию. Пытаясь отыграться в шесть полевых игроков, наши пропустили еще раз буквально за секунду до сирены в пустые ворота. Десятое подряд поражение Ростова 1-3. И главный тренер констатирует, у команды нет лидеров, некому взять на себя ответственность в нужный момент. Следующий матч в субботу с питерским «Динамо». Оно сейчас на 24-м месте. Мы прочно последние. Заключительные аккорды прозвучали на международном фестивале «Ростовский джаз приглашает». В этом году его посвятили 60-летию джаз-оркестра Кима Назаретова. Именно благодаря маэстро Ростов стал столицей джаза. На сцене гости – музыканты из Индонезии. Певица Диан Противи – одна из наиболее искусных и интересных джазовых вокалисток Индонезии. Она училась в Нидерландах, получила там национальную музыкальную премию «Золотой тюльпан». Потом много гастролировала по Европе, жила в Германии и вот недавно вернулась на родину. Диан и приехавшие с ней на ростовский джазовый фестиваль музыканты встретились с Алексеем Лагвиненко и получили в подарок книгу о нашем городе. Я начала петь, когда мне было 15 лет, но я начинала свою исполнительскую карьеру с популярной музыки и к джазу пришла только в тот момент, когда исполнилось 24 года. Для профессиональных музыкантов это достаточно поздно, но мой девиз по жизни – никогда не поздно начинать что-то новое, никогда не поздно учиться. В Ростове джазу учатся с детства в школе имени Кима Назаретова. Здесь же работает наш знаменитый джаз-оркестр, совмещая концертную и образовательную деятельность. Алексей Лагвиненко вручил школе сертификат на покупку новых музыкальных инструментов. В этом году фестиваль посвящен юбилею муниципального джаз-оркестра имени Кима Назаретова. Ему исполняется 60 лет. За время своей работы коллектив неоднократно становился призером и появителем разных конкурсов, в том числе, конечно, международных. От всей души желаю джаз-оркестру новых творческих достижений, а всем участникам и гостям сегодняшнего вечера прекрасного настроения. История муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова началась в 1963-м. Тогда маэстро, вернувшись в Ростов по окончании Харьковской консерватории, собрал музыкантов, как и он, влюбленных в джаз. Я же по своему начальному образованию радиотехник, радиотехнический техникум, радиотехнический институт, агонорожский. Потом понял, что без музыки я жить не могу. Судьба свела меня с хорошими людьми, которые приняли участие в моей судьбе. И в итоге я познакомился с Кимом Назаретовым. Ну и все. И пошло, поехало, как говорится. Уже никуда я не вырвался. Стал профессиональным музыкантом. Джаз в Ростове – величина постоянная. И закрывая этот фестиваль, мы уже ждем приглашения на следующий. Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. В программе проходящего сейчас в Ростове кинофестиваля «Детский киномай» не только показы фильмов. Еще одно направление – мастер-классы. И на одном из них побывала наша съемочная группа. Дал его вокалист и актер Леуш Любич. Салют лопнувшим шариком, не играя, не шалость. Это реальная тренировка дыхательного аппарата перед вокальным мастер-классом певца. Но сначала личное знакомство с каждым участником. Актер и вокалист Леуш Любич приехал в Ростов на кинофестиваль «Детский киномай». В его программе несколько мастер-классов по технике дыхания, раскрепощению и, конечно, вокалу. Как говорит певец, сидеть сложа руки не получится. Обязательно именно активное участие. Вы знаете, если они думают, что они будут сидеть там, однозначно нет. Никто у меня сидеть не будет. Все будут вставать, будут работать, дышать, заниматься, включаться в процесс. Потому что у меня мастер-классы, как лекции, сидячие, это не проходит. В таких мастер-классах для Леуша важно сблизиться со слушателями, расположить их к себе. Дарья Щепетнева довольно часто выступает на различных концертах, так что выйти с любимой песни ей труда и стеснение не составило. Человек очень приятный. Ему можно было открыться. Мне понравилось, как он поработал со мной, что больше научил, скажем так, как правильно мне голос проводить. Ты что-то почерпнулась от родителей, да? Для кого-то кинофестиваль с его бесплатными показами, фильмами и мастер-классами – новый опыт, а кому-то – исполнение детской мечты. Галина Бескароваева пришла к Любичу целенаправленно. Уж очень хочется научиться петь. Я такой общительный человек и бываю в компаниях, в которых есть возможность что-то спеть, но у меня никогда не получалось, потому что я считала, что у меня слабые голосовые связки. Вот, как сказал преподаватель, что есть над чем поработать. И, в принципе, не все потеряно. Детский киномай закроется в воскресенье в Доме кино. Артем Аладамов, Владимир Савилов, Первый Ростовский. О неблагоприятных метеоявлениях предупредил нас с вами Ростовский гидрометцентр. Сегодня и завтра возможны сильные дожди с мощным ветром, а в воскресенье, пусть и без осадков, но все еще сильно ветрено. Правда, этот прогноз сделан местами по области. А чего ждать в Ростове, сейчас предскажет наш метеокор Дарья Лисицкая. Привет, Ростов! Привет, ростовчане! Открываю я, значит, календарь народных примет, чтобы на сегодня найти интересную и полезную информацию. И замечаю, что в основном все советы наших предков связаны с холодным октябрем, который, в свою очередь, предвещал суровую зиму. У нас-то октябрь был теплый и весенний, а значит, смело можно предполагать, что зима будет теплой и комфортной. Хотя, зачем мы заглядываем так далеко? Давайте лучше отправимся в студию, где я вам расскажу о том, как же будет прощаться с нами второй осенний месяц. В выходные намечаются разнообразные. За окном побудет и дождливо, и ясно. Сегодня под луной как-то не по ночному тепло целых плюс 17. С неба при этом продолжит капать, а к утру и сильно лить. Суббота будет облачной, но уже без осадков, а воздух прогреется до 22 градусов. А южный ветер разгонится до мощных 9 метров в секунду. Ночь между выходными будет ясной, как и все воскресенье. Ветер стихнет почти в половину до 5 метров в секунду, но при этом станет заметно прохладнее – 17 градусов на термометрах. Атмосферное давление резко пойдет вверх и почти достигнет своего идеала – 758 миллиметров ртутного столба. В понедельник в Ростове ясно и практически безветренно. Уставший за выходные ветер сможет преодолеть за секунду всего пару метров. Солнце выдаст плюс 18. Атмосферное давление выше нормы – 763 миллиметра ртутного столба. Так что осадков не ждем. На этом у меня все. До встречи. Таким был Ростов сегодня, каким он был на всей этой неделе, напомнит программа «Ростов главное». Ее можно увидеть на Первом Ростовском в выходные дни в 9.30 утра и 7 вечера. А наши новости ищите на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. В студии была Мария Филинкова. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова